Девочка-пай Добрый вечер, уважаемые! Добрый вечер, уважаемые! Пропаганду донорства крови и ее компонентов в Республике Адыгея. Более подробно в нашем первом сюжете. Выездное заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, профилактику социально значимых заболеваний, пропаганду донорства крови и ее компонентов в Республике Адыгея, прошло под руководством вице-премьера Республики Натальи Широковой. На заседание присутствовали министр здравоохранения Республики Рустем Меритуков, председатель Совета народных депутатов Кашхабльского района Александр Брянцев, заместители главка Шхабльского, Шевгеновского и Геогинского районов, главные врачи медицинских учреждений трех районов, специалисты Минздрава, Минсоцразвития, управление ЗАГСа, главы сельских поселений, духовенство района общественной организации «Старейшины». Открыла мероприятие вице-премьер Республики Адыгея Наталья Широкова. Почему мы выбрали место на сторону Кашхаба? На протяжении, мы мониторим ситуацию с врождаемостью и смертностью, и на протяжении последнего года у нас появляются крайне неприятные значения этих показателей в Кашхабском районе. Сегодня мы хотели бы обсудить, донести эти проблемы, обсудить проблемы, которые сегодня препятствуют, способствуют, с одной стороны, в такой любоприятной обстановке, а на четверти предложить решения, которые будут приводить ситуацию в любоприятную, скажем так, войскость. Пригласили главы поселений, пригласили общественности, наших старейших, своих ветеранов, молодежные организации, для того, чтобы понимали, в каком направлении и страна движется, и, соответственно, какая доля преступления Адыгеи, какие ценены и какими вычеркальными людьми мы привыкли. Далее члены комиссии приступили к рассмотрению вопросов повестки дня. О демографической ситуации в Кашхабском районе за первое полугодие 2019 года доложила заместитель министра здравоохранения Республики Адыгея Мария Тхагауджева. По оценке Росстата численность постоянного населения Республики Адыгея на 1 января 2019 года составила 454 744 человека и за год увеличилась на 1368 человек. Рост численности населения обусловлен только миграционным приростом, так как естественный прирост населения имеет отрицательную тенденцию и составил на 1 января 2019 года минус 2,4 тысячи населения. За 5 месяцев 2019 года естественный прирост населения еще больше снизился до минус 4 на тысячу населения или на 294 человека. В Республике Адыгея за 5 месяцев 2019 года родилось 1578 детей, что на 166 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Численность постоянного населения Кашихабрского района на 1 января 2019 года составила 29 497 человек и за год уменьшилась на 229 человек. Естественное обыль населения в Кашихабрском районе выше республиканского уровня в 1,6 раза. В Кашихабрском районе за 5 месяцев 2019 года родилось 90 детей, что на 14 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Причем следует отметить, что только 48 детей рождены в родильном отделении Кашихабрской ЦРБ. Основными причинами естественной убыли являются младенческая смертность, смертность от заболеваний, смертность по старости, смертность от внешних причин, в том числе от дорожно-транспортных происшествий и от случайных отравлений алкоголем. Коэффициент общей смертности населения за 5 месяцев 2019 года в Республике Адыгея увеличился на 3,9%, умерло 2472 человека. Показатель общей смертности трудоспособного населения за анализируемый период составил 451 на 100 тысяч населения, что выше уровня аналогичного периода на 5,8%. В структуре общей смертности удельный вес умерших в Кашихабрском районе составляет 7,4% или 183 человека, что у нас 35 человек больше, чем в прошлом году. Показатель смертности трудоспособного населения превышает рост республиканский на 15,7%. Трудоспособного населения умерло в Кашихабрском районе 35 человек из 183. В структуре общей смертности как и в Республике Адыгея, так и в Кашихабрском районе лидирует смертность от болезни системы кровообращения, смертность от новообразований, от внешних причин, смертность по старости. Подытоживая свое выступление, заместитель министра здравоохранения призвала всех жителей района своевременно проходить диспансеризацию в медучреждениях, дабы предупредить болезнь. На показатели смертности по заболеваниям влияет состояние здоровья. На мой взгляд, сегодняшнее совещание посвящено еще раз напомнить общественности, что здоровье человека в руках его самого, что и подтверждает Всемирная организация здравоохранения. Факторы, влияющие на здоровье, это 60% образ нашей жизни. Это питание, это физическая активность, это стрессоустойчивость, это уход за собой, это своевременное прохождение профилактических мероприятий. 20% окружающая среда и экология влияют на состояние нашего здоровья, 20% населенность и только лишь 10% это уровень медицинского обслуживания. И посмотрев сегодня на то, как мы проходим с вами профилактические медицинские осмотры, то даешься диву. Дело в том, что с мая месяца издан новый приказ по прохождению профилактических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации. Все население подлежит всеобщей диспансеризации. Взрослое население от 18 до 39 лет проходит профосмотры и диспансеризацию. Вот с 40 лет все без исключения должны проходить диспансеризацию. Диспансеризация по набору исследований и обследований шире, чем профилактический осмотр. В диспансеризации еще включается онкоскрининг. Это направлено на то, чтобы своевременно выявить онкозаболевания на начальных стадиях. Тех цифрах, которые я вам говорила, что только 60% сегодня на первой-второй стадии при активном выявлении онкозаболеваний у нас выявляются. И, естественно, лечение поддается очень сложно. И, естественно, смертность настигает, пятилетняя выживаемость тоже у нас не такая большая цифра. Заведующая отделом ЗАГС Кашхабыского района Нафисет Байкулова выступила с анализом записей актов о рождении, смерти, о заключении и расторжении брака за 6 месяцев 2019 года. За 6 месяцев 2019 года отделом ЗАГС составлено 398 записей актов гражданского состояния, что на 24 записи актов гражданского состояния больше, чем в первом полугодии 2018 года. Данный показатель является одним из наименьших за аналогичный период в течение последних 15 лет. За 6 месяцев 2019 года в отделе ЗАГС составлено 103 записи акта о рождении, что на 12 меньше, чем за 6 месяцев 2018 года. Нафисет Байкулова отметила, что за первые полугодия наблюдается тенденция роста числа разводов, нежели заключенных браков. На 32 брака приходится 37 разводов, что вызывает настороженность. В ходе заседания также были рассмотрены и другие вопросы, такие как смертность от внешних причин и меры по ее профилактике, меры по снижению смертности и повышению рождаемости в Кашхабском районе, организация проведения диспансеризации и профилактических осмотров, подвоза пациентов старшего поколения и маломобильных граждан. На каждом из озвученных вопросов комиссия акцентировала отдельное внимание. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Адыгея Максим Коробко подробно рассказал о реализуемых в Республике региональных проектах. В свою очередь Наталья Широкова озвучила задачи, поставленные в национальном проекте здравоохранения. Используется в указе президента, в его речи, развитие страны, в целях увеличения численности населения, улучшения условий жизни, состояния здоровья, для создания возможностей самореализации, творческого развития, творческой реализации каждого человека. Республика поставил задачи перед правительством Российской Федерации, перед руководством регионов, в целях достижения которых в стране утверждены национальные проекты. Республика Адыгея тоже полноправно участвует в реализации национальных проектов. Мы утвердили 47 региональных проектов, которые согласуются с задачами федеральных проектов. Я хотела бы озвучить вам суммы финансирования только 2019 года, совокупные по этим региональным проектам, 3 миллиарда 520 миллионов рублей. При этом особое внимание хочу обратить только по четырем региональным проектам, которые относятся к социальной сфере, так называемой. Это здравоохранение, демография, образование, культура. Спорт у нас вошел в нацпроект «Демография». Объем финансирования в Республике Адыгея составляет 2 миллиарда 587 миллионов рублей. Сегодня мы представим вам мероприятие национального проекта и региональной составляющей проекта здравоохранения. Его объем финансирования в этом году 366 миллионов 520 тысяч рублей. Имеет проект цели конкретные, прописанные, что мы должны до 2024 года все вместе взятые сделать. Назову то, что мы должны снизить, с чем побороться. Это снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения, снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. И обо всем об этом, наверное, только кроме кадровых программ, о чем тоже скажу сейчас. У нас есть задачи, поставленные президентом, главой республики, о подготовке такой унифицированной кадровой программы для республики Адыгея, в том числе по муниципальному образованию. Такая задача президентом поставлена. Мы до конца года должны такую программу сформировать и забюджетировать ее. Поэтому такие перспективы кадровых медицинских работников ждут. И, коллеги все вместе, мы должны повысить, обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Обеспечить оптимальную доступность для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Здесь мы видим развитие ФАПов врачебных амбулаториях, об этом будет говориться. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Сокращение времени ожидания очереди при обращении граждан в указанной медицинской организации. Упрощение процедуры записи на прием к врачу. Это то, что называется принципом бережливости, которые сегодня уже внедряются в наших поликлиниках. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом до одного миллиарда долларов США в год. Но это общая задача, стоящая перед страной. Мы тоже внесли предложение по своему участию в этом национальном проекте. Мы видим возможность экспортировать медицинские услуги. Но элементарно это оказание медицинских услуг пребывающим иностранным гражданам. По разным причинам они могут здесь пребывать, иностранным студентам. Ну и в дальнейшем, конечно, видим, у нас есть природно-климатические условия, которые могут позволить нам привлекать сюда и клиентов в части медицинского туризма. В заключении слово взял министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Миритуков. Вы сегодня услышали, что такое национальный проект здравоохранения, по каким направлениям он идет, что является его конечной целью, и какие механизмы решения этой задачи. Самое главное в достижении этой программы, самая большая нагрузка будет ложиться на первичное звено. Поэтому мы без наших участковых докторов этого не сделаем однозначно. Какие бы мы там высокотехнологичные методы не развивали, какие бы мы центры не открывали, сколько бы мы опираться на сердце не делали, в глобальном смысле здоровье населения может изменить только первичное звено. Только первичное звено. Рано выявлять, рано профилактировать, диспансеризировать, лечить, если надо направлять. Вот такая вот задача стоит перед всеми вами. Поэтому мы должны все с вами основное свое внимание и поддержку осуществить в отношении наших участковых терапевтов, которых у нас очень мало в Кашетапольском районе. Значит, я призываю администрацию, вот вы слышите, пожалуйста, все три района находятся здесь. Мы сейчас вот по поручению главы разрабатываем систему поддержки специалистов, и в первую очередь это будет касаться именно первичного звена, именно участковых терапевтов и педиатров. На них основной упор будет. Чтобы опять сделать привлекательную работу участкового терапевта, нам надо очень серьезно над этим поработать. И без администрации, без этих муниципалитетов мы здесь не обойдемся. Очень прошу вас здесь поддержать. Полномочия 131-й закон это позволяет. В отношении цифр, которые были озвучены, в отношении роста смертности, Кашетапольский район тут не является исключением. Ничего хорошего и в Геогинском районе нет, и в Шавкеновском районе нет. Примерно такая же ситуация. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но в целом примерно тенденция такая. Умирает больше, чем рождается. Умирает больше, чем рождается. Вы слышите, все это, ну, как бы больно это ни звучало, но это факт, который надо нам любым способом переводить. В Кашетапольском районе, насколько, если я не ошибаюсь, у нас есть очень хороший пример аула-игорухай, который показывает естественный положительный. Единственный аула на сегодняшний день, который показывает естественный перерост. Если мы, на самом деле, коренным образом не изменим свое отношение к своему здоровью, ну, изменить сложно будет. Одними врачами, значит, уповать на этих нескольких врачей, участковых терапевтов, вот почему, почему, да потому. Потому что никто не заботится о своем здоровье. Дальше, по строительству ФАПа, Наталья Сергеевна задавала вопрос, в Кашетапольском районе будут строиться и ФАПы, и врачебные амбулатории, и в рамках национального проекта, и в рамках комплексного развития сельских территорий, мы все это предусмотрели. Не забыли ни один ФАП, ни одну врачебную амбулаторию. То, что не будем строить, будем ремонтировать. Будем оснащать оборудование, будем доукомплектовывать, будем привлекать кадры, но без изменения менталитета, отношения к своему здоровью, быстро это ничего не изменит. Поэтому я вас прошу поддержать. По завершению выступления министру были заданы вопросы. Один из вопросов касался экологического состояния Кашхабльского района. Вот Росздравнадзор, Роспотребнадзор присутствует, ничего такого нет. Доказанных каких-то прямых влияний, внешних вредных факторов нет. Есть поздняя выявляемость, есть отсутствие наблюдения. Но вот 34 человека умерли уже у нас за полгода в Кашхабльском районе. Это на 14 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главврачу надо взять это на контроль. Заседание прошло в деловой конструктивной обстановке. По всем рассмотренным вопросам вынесены соответствующие решения. Давно известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. От многих недугов, которые ранее считались приговором, люди успешно излечиваются и живут долгой, насыщенной жизнью. И единственное, что сейчас требуется от каждого жителя района, это самостоятельно и своевременные обращения в лечебные учреждения. 11 августа мусульмане отметят Курбан-Байрам. Этот праздник наступает через 70 дней после еще одного важнейшего дня у Розы-Байрама. Ключевая часть Курбан-Байрама – это жертвоприношения. На самом деле, Николай был прих 하 teamland, котораяrecез на Уч Budget Office нач. videок Dropbox в сети. Николай был прих ecl勢ом, у medida получил территорию замену, для того, как человек обратно идётов, нет, что в этом estudiant говорят, не захотелся. Вы sozusagen их в плушии, образования к днеру experience с Первая осталь obsessed собой. Попроб마а – это практический обращение в оружии. У333 круж вместе сnevisацией не помогает оч meme oven, Продолжение следует... 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 Вадим... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...